А мне сегодня позвонили с садика, кстати-ка, и сказали, что они со следующей недели начинают работать. Пришли, у нас тут все так серьезно. Ну а что еще пока делать, пока малыш мой вдрыхнет? Смотрите, какие кроссовки в ленте продаются. Вау! Так, вот мой завтрак сегодня, помидорчики. Помешали. А вот и наша бабуля пришла, смотрите, и Милка к ней пришла ластиться. Доброе утречко, мои хорошие. А вот и я, желтый цыпленок с вами. Милка, кстати, где моя девочка? Вон она. Ионина, моя хорошая. Моя кошечка. Моя кошечка. Мамочка вот пришла, да? Мама пришла. Взяла камеру сегодня в руки, а оказывается у меня батарейка там села. Сейчас чуть-чуть заряжала. Решила с вами поздороваться. Приняла душ. Сейчас высушусь, посушусь, позавтракаю. У меня сегодня поздний завтрак. Сейчас буду мюсли есть с молоком. И какао пить с молоком. Сегодня много молока. Причем какао я пью с обычным молоком, потому что у меня закончилась соевая. А мюсли, в принципе, мне нравится с обычным молоком. Два с половиной процента беру. И вообще сегодня нужно выйти из дома, потому что, да, у меня закончились бананы. Нужно взять бананы. Хочется еще какие-нибудь фрукты. Хочется нектарины. Вот те самые, которые я в магните брала. Очень они вкусные. Молока надо, естественно, взять. Много. Два десятка всего лишь перепелиных яиц осталось. Нужно взять еще. Что делает Милка? Милка тут мамку кусает. Ты знаешь, что мамке больно? Кусать маму нельзя. Маму только обнимать можно и целовать. Да? Да. Вот тигринное. Тигринное пузико у нас. Кто-то, кстати, в комментариях писал, что у меня рыжая, типа рыжулька. Я ответила, что она не рыжая. Посмотрите, цвет. Нет, у нее вообще даже нету ни рыжинки. О, прибежал. Э, ты что дерешься? Вот деловой вообще. Да, Мил? Вот деловой мальчик у нас. И вот посмотрите, у нее цвет. Иди сюда на свет. Давай покажем твой цвет. Она бежевая. Она бежевая. Даже, я бы сказала, есть какие-то холодные оттенки. Да? А рыжий, он теплый. А ты у нас такая бежевая. Кулоном всегда играется. Обожает этот кулон. Сегодня, кстати, мы спали вместе. Уснули вместе. Она со мной весь вечер была, монтировала там все дела. И потом мы пошли в кровать. И все, спали вместе. И вот она встала где-то в 4 утра. Я ее выпустила в зал. И все, и мы досыпали. Это такая идеальная картина, кстати, у нас вот. Когда мы ложимся вместе. Потом я ее выпускаю. И мы еще спим до 9. И нам никто не мешает, да? А Милка играется. Там сама все. Она бы что и грунья такая. Такая грунья. И сегодня у нас будут мюсли, запеченные с тропическими фруктами. Наливаем. Наливаем. Вот так. Все, сделала себе мачо. Кстати, удивительным образом мне вообще кофе не хочется. Не хочется. Не хочется. Вот насколько я кофе мачо... Куста. Вкусно? Это все скушал. Чуть-чуть осталось еще. Насколько я обожаю кофе. И вкус кофе. Но вкус вот этого мачо. Да, вот этот зеленый чай с молоком. Такой вот немножко терпкий. Вот даже мне прям покрепче хочется. Но просто я боюсь, что меня как в тонус ударит. Что аж вообще. Я один раз две кружки выпила мачо. И уже, знаете, как бы начало себе вот это опять тахикардия. Все дела. Поэтому одной достаточно мне. Одной. Вкус бомбический, нежный. Прям мне, правда, тонус хороший. Да, и вот прям по ощущениям кофе вообще даже не хочу пить. У меня все стоит. И вот я какао, мачо. Потом еще и задуванчиков у меня там есть со вкусом кофе. Цикорий есть. Или цикорий как там правильно, да? Кофе, мачо. Вот выбирай, что хочешь. И я мачо, мачо. Он реально очень-очень вкусный. Мы сегодня наконец-таки одели новые кроссовочки, девочки. До этого ни в какую. Со слезами на глазах. Уже потертые эти синие кроссовки. А я ему все вот эти хотела. Покажи кроссовки, Дэнни. Косовки. Да, кроссовки. Покажи свои новые. Вот они. Крутые кроссовки. Мне они так нравятся. Сестра их увидела, когда приходила. Говорит, вау, какие кроссовки. Я говорю, да вот не могу ему одеть. Она говорит, да ты попробуй, вот те спрячь. И все. И скажи, нету их. Вот я сегодня с ним минут пять буквально беседу провела. Дала ему на выбор зеленые асиксы или вот эти вот. И говорю, какие хочешь, выбирай. Ну, он выбрал эти. Я уже, он сначала не хотел. Отнес их, унес куда-то. Я говорю, ну, других нет. Надо выбрать. Либо те, либо эти. Говорю, или я пойду одна. А ты дома останешься. Он такой, нет, подождите. Я говорю, ну, неси кроссовки, которые хочешь. В общем, я тебя одел спокойно, без слез. Пожалуйста. Теперь он будет кайфовать в них. Будет плакать теперь, что я другие какие-нибудь хочу одеть, а не эти. Вот такой ребенок. Что, решили выехать, наконец-таки, в магазин. И я записалась к врачу, к лору. Хочу показать Деньку. Ничего не беспокоит, все нормально. Но мне кажется, у него как будто воспаленные гланды. Вот мне кажется. Но ничего у нас. Ни насморка нет. Ни, то есть, дышит хорошо нос, да. Ни боли никаких нет. Не плачет, не кашляет, ни температуры. Ну, то есть, давно. Я просто начала замечать, что всегда, когда там кричит или открывает рот, мне все время кажется, что воспаленные гланды. Посмотрела на свои. Сегодня просто я решила, такая, ну, да что за фигня? Кажется, мне не кажется, начала эту тему штудировать. Вот. Посмотрела на свои, у меня нет такого, а у него есть. Может, это у детей так? Ну, короче, я думаю, на всякий случай я пойду к нашему лору. Она как раз сегодня принимает. Вот через 20 минут у нас запись уже. И, ну, спрошу, что, как, чтобы я успокоилась. Пусть заглянет во все органы и скажет, норма, не норма, там, что, как. Вот. Ну, и в магазин зайдем, соевое молоко уже, там, яблочки, бананы, всякие вкусняшки. Все позаканчивалось. Надо себя побаловаться. Пришли, у нас тут все так серьезно. Нас не пустили сразу. Сказали здесь подождать. Должны измерить температуру нам сначала. Вот. Потом, короче, и людей нет вообще. Ну, вот прям четко. Прихожу в свою клинику и понимаю, что здесь все четко. Тут заразиться прям меньше возможностей, чем где-либо вообще в магазине. Так, ну что, для всех, кто беспокоится о Деньке, кто говорил мне, что у нее там часто открытый рот. И очень много кто мне писал про эти миндалины там и и нёбные, и носовые, там, и нёбные, и носовые. И, короче, я сейчас попробую передать все, что мне сказала врач правильно, да, чтобы вам донести, потому что много информации. Я суть как бы понимаю сама внутри, да, но бывает передать это все очень сложно. Почему я вообще пошла изначально? Потому что вы очень часто пишите мне, что там, вот, у Деньки часто рот открыт, он там дышит ртом. Ой, пойди посмотри. И каждый начал рассказывать свою историю. Ну, у кого была история, да, с миндальными, кому там вырезали, кто чё. Вот, и мне, естественно, и говорят, дабы уберечь от всего этого. Я, естественно, смотрю над своим ребенком, все нормально, нет никаких беспокойств. Он прекрасно дышит, все замечательно, и, может быть, вы улавливаете те моменты, когда он дышит ртом, потому что именно у вас, да, опыт какой-то такой был, да. А я лично замечаю моменты, когда он дышит все нормально, все прекрасно и спит с закрытым ртом. Вот. Но я стала замечать, это вы же мне говорите, соответственно, я все равно, нет-нет, нехотя, да, обращу внимание. И вот я же обратила внимание, мне показалось, что там увеличено как-то, да, не так, как у меня сделано, вот, когда рот открывает, ну, вот эти гланды, да, миндалины, небные, да, как я поняла говорится. Вот, ну, и решила сходить к врачу, вот, я пришла к врачу и говорю, вот, вот так вот мне пишут, да, и вот так вот я заметила, короче, и нет никаких у нас симптомов, все нормально, мы ни на что не жалуемся. Но я переживаю, посмотрите просто, чтобы успокоить меня и всех моих зрителей. И она посмотрела и сказала, что, да, у него немножечко увеличены миндалины и в носу, и в немное, да, если я правильно все говорю, в общем, и здесь, и здесь. Она посмотрела везде, 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 вот, но увеличена, ну, где-то на одну третью. И говорит, что для маленьких детей, для его возраста, так как голова еще маленькая, да, а миндалины такие, да, и когда ребенок будет расти, и у него все может там еще поменяться, вот, ничего критичного сейчас нет. И у детей это вообще, ну, неудивительно. Она говорит, это неудивительно для меня, когда у детей, это нормально, как бы, когда это встречается частенько у детей, вот. Я говорю, в какой момент, вот, говорят, там, вырезать, не вырезать, в какой момент нужно вырезать? Она говорит, ну, 100% нужно вырезать тогда, когда приходит мама с жалобами о том что и кажется что ребенок там ночью не дышит например да как будто он замер и все то есть вот и и если мы видим что увеличены там миндалины та-та-та то конечно это безусловно вырезать в остальных моментах бывают что действительно увеличены миндалины то есть больше до чем средняя какая-то да там чем среднее положение этих миндалин но при этом симптомов никаких затруднений дыхания нет то есть нет никаких жалоб при ребенок и человек в принципе нормально с этим живет то никаких показаний к тому чтобы вырезать все это да или что-то капать или что-то увеличивать то есть не будет только если уже есть какие-то прям реальные жалобы такие конкретные тогда уже начинается там залазить куда-то глубоко да и смотреть и делать какие-то выводы у нас этого ничего нет она говорит я прекрасно там ну как бы все вижу расстояние там есть немножечко выходит там за какую-то за какую-то дужку там какая-то душка по которой относительно там языка и этой дужки в общем смотрят насколько увеличена то есть увеличена не намного но все еще может поменяться поэтому ну наблюдайтесь там раз в полгода приходите но мы так и так раз в полгода где-то приходим да ну и понаблюдайте вот за ним понаблюдайте и вот она даже пока с нами разговаривала говорит ну вот у него сейчас закрытый рот он вот стоит а вот сейчас задумался открыл рот ну то есть вот так вот да но лично у меня как у мамы да и и мои наблюдения конечно я не вижу каких-то патологий и вообще никаких абсолютно жалоб еще может ухудшаться слух говорят да при этом то есть вот на слух тоже обращайте внимание но обычно когда приходят с жалобами мамы то они конкретно уже говорят вот он меня не слышит да там громче там телевизор просит сделать или еще что-то или к нему там обращаешься по одному он не слышит нужно громче до чтоб услышал вот но соответственно не дышит как бы и я думаю любая мама за своим ребенком 24 на 7 находится она обязательно заметит все эти вещи если я их не вижу значит все хорошо вот но и врач мне тоже самое подтвердил проконсультировала по полной я поняла что нечего переживать ситуация может измениться и сейчас она абсолютно не критичная то есть это анатомическое строение я еще говорю это чем может быть вызвано это анатомическое строение то есть у меня например такого не дал мне нет проблем вот с этими миндалинами не здесь не здесь они у меня вот как бы там вот как все в норме до средь средняя такая да вот а есть кто-то живет и у него немного увеличены эти миндалины по строению именно по по его вот анатомическому строению и он живет и не не обязательно ему это все дело вырезать то есть вот вырезать и уже серьезные вмешательства это когда серьезные серьезные как это сказать это когда серьезные жалобы уже конкретно что человек не дышит не слышит ребенок не дышит не слышит и так далее в общем я успокоилась и вы успокойтесь все у нас хорошо залезли во все дырочки сейчас едем в магазин жопка моя уснула еще моя жопка где-то потеряла очки давайте посмотрим кстати он спит с открытым ртом или как он закрытый рот практически даже носом так что не выдумывайте я теперь буду следить за ним все равно так у меня вообще закончился бензин и сейчас пока он спит ну пусть поспит хотя бы часик вот не пойду в магазин выспится ну не выспится но часик поспит и я его разбужу пойдем вместе магазин заправилась на пару тысяч хотя могла бы до полного а вот я не люблю до полного когда говоришь до полного то потом приходится возвращаться ты же не знаешь на сколько то есть должна выйти сказать до полного потом до полного набрать себе а в некоторых все равно примерно должна сказать сколько короче на 2000 проще проще заправиться так чё куда едем теперь ну а чё еще пока делать пока малыш мой вдрыхнет все теперь я взяла в макдональдсе как в прошлый раз теперь ошибки я не сделала я прям стала все бери проверила чтобы все было то что мне нужно макфлори взяла колу взяла они еще дают сейчас они все дают сейчас капучино в подарок а я же не пью сейчас кофе да и вот это капучино вечно мне приходится и говорю на кассе не надо мне класть потом еще говорю не надо в итоге они меня все дают я говорю заберите вот все буду кушать все короче полдня проспали взяла малое кстати еще два килограмма взяла еды покажу потом мы с вами посчитаем в том магазине в котором я покупала там значительно дороже все идем в ленту покупаем продукты домой уже вечер вообще-то еще к маме заехали посылку я отвезла покажет вам скоро в блоге кроссовочки такие эти кроссовочки такие кроссовочки я пришли смотрите какая прикольная тема есть в ленте чё едешь дэн смотрите какие кроссовки в ленте продаются чисто классические такие вот кроссовочки они по карте стоят 799 рублей без карты 1262 размеры разные смотрите какие милые мусорные бедра по карте 200 рублей стоит с мишкой вот маме моей такое наверное надо но вот она увидит видео если ей понравится я возьму если она еще не купила мамуль расскажи ты влоги мои смотришь я знаю вот такие ведерки еще небольшие синенькие по 120 она это просто с крышкой вот из такой хотела вроде 95 рублей ну скажи он по моему дать миленький очень мой любимый отдел так я помню что здесь была вкусная клубничка сейчас я выберу ее она сладенькая была самую красивую вдалеке мне кажется самую красивую кладут вдаль так возьму чуть-чуть ой она вообще по сто двадцать девять рублей надо больше брать 2 возьму и еще я вот смотрю смотрите малинка и вот такая штука у меня данька очень любит вот это лучше возьму ой вот эта фигнюшка очень вкусная было тоже тоже возьму смотрите чё в ленте я нашла голубая матча а я и так хотел попробовать она 569 570 рублей по карте стоит и блин я должна взять и еще здесь есть зеленый чай матча вот такой но бы хотелось бы проверить но ведь он весь запечатаны а надо взять же проверить чтобы знать а вдруг он классный тот самый настоящий ну что крошки прошлись мы все это последний уже этот устала набрала кучу всего сейчас приду сниму видео вам чё взяла сегодняшние покупки свои вот матчу раскроем блин сегодня пробовать не буду но я завтра попробую и вам видео вот в то вставлю где мы будем обзор делать вот ставлю и ту и ту это да ничего ты ешь что это чупа-чупс скажет чупа-чупс 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 вот чупа-чупс нормальная тема ешь и блин палка не отваливается крепко-накрепко сделали а вот то что в экспрессе продается путь кстати я взяла сегодня эко пакеты биоразлагаемые они такие приятные на ощупь оказывается что-то раньше вообще об этом не задумывалась и еще сумку взяла ну потому что тяжелые эти тяжелое молоко я думаю возьму сумку она будет попрочнее ну и вообще сумку надо наверное таскать с собой в машине вот так бросить и брать ее все время от летовская сумка мне в принципе приятненько с не ходить там написано био там сидела покажу на втором канале на своем вот и чё надо вообще об экологии больше думать я вот так вот решила все равно не считаю эти деньги думаю какая разница пакеты там я даже не знаю сколько эти стоят биопакеты и сколько обычные стоит какая между ними разница даже на цену не смотрела думаю если все равно на цену не смотрю то почему бы и не брать его по возможности хочется что-то делать полезное и здоровью своему и миру и всем вокруг а что кошечка от милочка по моему спала все это время до зубка ты спала все это время спала сладко спала даже не проголодалась еще толком да иди мяско кушай мама тебе мяско оставила тут ничего не кушала ни к чему не притронулась нет мясо ешь мяско мяско девочка на это твоя порция на сегодня надо поесть все дочкой давай ходи не ходи вокруг нее пусть она спокойненько покушает иди снимай штаники давай штаники снимай доброе утро мои хорошие блин не выспалась я опять через сериалы я смотрела допоздна а сегодня уже меня с утра пораньше малой разбудил и захотел стать полдевятого может не с утра пораньше на полдевятого и не захотел уже больше спать потому что мило там где-то ему надо поиграть и вот они с утра тут бегают просто друг за другом так еще решила постельно поменять закинула все постельно в стирку надеюсь что она высохнет мне хочется его опять постелить мне настолько нравится белое белье и только что вытащила из стирки но высохла уже точнее вчера постирала одеяло сейчас короче застилю пока так вот пока постирается все и пойдем с вами пить матчу голубую зачем ты сюда это зачем иди вот так иди играй так все идемте вот мы сериалчик видите вчера смотрела зарядка закончилась я не пойму то ли я последнюю серию вчера посмотрела то ли еще одна должна быть серия надо грянуть вроде как конец уже все закончилось вот как-то все вот это вот и тлеют пожарные повсюду тлеют пожары а вроде как там 10 серий был мой девочка кстати я выяснила что за цвет у моей принцессы называется фаван пятнистый фаван я не знаю как на видео кажется да потому что очень цвет у нее такой разнообразный на фото на видео давай покажу тебе дай мама возьмете под ручки вот на свету покажу вот так видите он бежевый такой по-другому светло-бежевый называется жопой не поворачивать по-другому этот цвет называется светло-бежевый вот и она такая пятнишка у нее лапки по такие полосатые а а пузико видали какое пузико вообще просто огонь тигренок мой вот такая девочка моя кошечка дикарка моя дикарка вчера так целовала меня так обнимала stories выложила в актуальном сохраню как она кайфовала когда ее целовала смотря вот как теточка твоя когти точи во повисла не хочет пока что когти точить а вот дэйня на руку на руку на руку на руку на руку ты кися кися у нас так кися и сюда наше маленькое семейство ой сюда ой сюда ой ты сползаешь дэйн дэйн ты сползаешь держись держись мама еще даже не проснулась и ничего не попил а ну давай я тебе сниму и и поставлю вот она туда так ты не залази это не для тебя вот у меня денег а прям вообще хуже дэйн это не для тебя котенок я тебе построю домик тоже потом нельзя залазить я тебя спущу я сейчас дэйн господи бесполезно сейчас упадешь и все вы поняли для кого домик то я купил не для меня не для меня скачет как белка число все си когти точить теперь вот так когти точить дэйн вот так точить будут когти как у милы ну все дэйн сломаешь кость венчика синяя такая и наливаем вау 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 как красиво офигеть самое интересное что она смотрите весь синий цвет он наверху и осадков почти нет а в зеленый вот она осаживается вниз я потом еще раз вожу с водичкой и как бы получается пью полторы кружки да ну чисто так а на самом деле как бы одну пробую слушайте но интересный вкус если сравнивать зеленым да то зеленый более такой какой-то другой короче здесь реально более такой мягкий травянистый до зеленый он прям другой вот и кажется что успокаивает мне кажется реально вам нужно на ночь она в целом не нравится особенно этот синий цвет просто уже кайф уже настроение кайф пока я тут готовлю себе завтрак пойдемте посмотрим что делают дети мои дети чего-то делаете и главное вместе рядом понимаете дэнь капали что давай мне не надо это открывать все сидите играйте короче вот нравится им милка тут вот с этими лазит а дэнька в проводах лазит дэнчка это не надо открывать котенок это мамина это нужно там куча информации пойдем кисе яички сварила маленькие яички пойдем пойдем со мной мил ну чё ты яички не хочешь пойдем бумажки все вот не хочешь не будешь давай я съем так вот мой завтрак сегодня помидорчики сыр кстати сыр с каким-то орехом не помню мне называлась заловка как называется я забыла не буду спрашивать когда буду покупать офигенный просто авокадо яйца которые сделаны в микроволновке и говядинка вот ну и хлебушек отрубной все кушаем приятного аппетита все денька пошел в рисование ушел очень любит рисовать подходит ко мне горит хочу рисовать мило рядом я доедаю завтрак своих сейчас дэнка будет гонять меня чтобы я менял ему листики и воду каждый рисунок новая . водичку я позавтракал денька рисует уже второй рисунок но знаете чё а где мило вдруг тишина где мило да я хочу я пойти поискать я думаю наверное она в домике тебе нравится мама домик тебе какой купили ты мне так рада все успею отдыхай господи какое счастье когда ребенок оценивает жесты мамочки когда нравится правда она просто вначале не заходила туда но я напшикала я один раз напшикала мятой вот этой кошачьей да и потом еще раз напшикала кошачьей мятой но уже туда ее особо не сажала смотрю раз она залезла спит там сама два залез вообще я счастлива я начала смотреть второй сериал посмотрела сериал и и повсюду тлеют пожары в принципе не чешны вот так не чешны пока что бразильский сериал который выводы тайной истины он конечно не впечатлил намного больше у меня эмоции был зашквар всяких разных по отношению к одним и к другим людям это я люблю вот а и для но интересно и интересный сюжет интересно было смотреть любопытно до конца досмотрела все но я чё-то ожидала большего от этого фильма сериал так ну что сделала еще зеленую матчу по сравнению с моей но мне моя больше нравится я прям выбрал потому что в ней шоколадной нотки в этой нет шоколадных ноток она прям такая кажется классическая матча вот в принципе вкусная можно пить но мне моя больше нравится поэтому но эту конечно допью и и синюю допью и мне кажется знаете еще чего мне кажется мне кажется и какая-то вся как кажущиеся все у меня такое как будто реально голубую матчу можно пить на ночь вот кто знает девочки информацию напишите пожалуйста потому что она реально как трава и мне кажется на меня не взбодрила вообще ни капелюшки поэтому я пью вторую зеленую чтобы она меня а вы взбодрила хотя сейчас 12 часов уже хотелось бы на 6 часов до 6 часов меня взбодрить на 6 часов там же написано хотите покажу шедевры деньги на сейчас вот смотрите это его первый рисунок 2 3 4 уже с брызгами какими-то видите причем он точно знает когда он закончил и когда нарисовал вот это я думаю глянь как здесь много всего я говорю денечка поменял ему водичку все горы может быть ты сюда дорисуешь он нет я говорю это законченная работа он да так что он четко знает что все я закончил меня воду все день к нарисовался еще один еще одну шедевру нарисовал и все я ему дала его любимую голубику ну-ка дай мамки угости какая вкусно говорю мультики смотреть на сказал буду мультики смотреть так последний шедевр вот ну такой крестики уже тут и так далее в общем 5 шедевров и и все не меньше пяти картин гиралаш идет такая промежуточная идиллия в пол третьего дня динька видимо набегался беспорядок везде навел прилег гиралаш смотри я смонтировала видео сейчас вывод идет миланка у нее было две попытки пойти в свой домик но когда она видит что я сижу и ничего нет ну как бы сижу и ноги свободные она выходит а еще поглядываю на нее она подходит ко мне и говорит а чё это ты меня на ручку не берешь да красотка красотка моя девочка моя девочка моя красавица такая девочка девочка ушастенькая моя кошечка кстати мне многие пишут что милана похожа на меня что мы с ней очень похожи но я поддерживаю тот момент что хозяева всегда выбирают животных часто очень часто похожих на себя и это может быть даже не специально то есть у меня не было цели выбрать кошку похожую на меня да она вот нравится именно такие типажи лиц да то есть мордочки тоже у всех животных разные нравится вот такие какие-то типажи оказывается что со стороны похожие но для меня милана самая красивая я уже писала говорила самая красивая самая умная самая невероятная кошечка поэтому когда меня с ней сравнивают я только рада значит и я такая же красотка мне приятно даме так на что мои хорошие время нифига себе 15 минут седьмого меня не было два с половиной часа кажется еды не устроил тут полный беспредел так не крутись сказала хватит день напишите в комментариях ваши дети любят крутиться потом покайфовать короче здесь полный беспредел что я делала я разбирала вот эту коробку она вся была у меня в каких-то в косметике для волос окрашивание краски это то что еще не вытаскивала полная вот эта большая коробка и у меня вот пакет на дачу это то что я не успеваю выпользовать потом вот это вот целая мусорка это я выкидываю что-то освободила что-то срок годности закончилось что-то там на дне осталось и валяется вот и немножко здесь прибрала ну здесь прибрала пыль везде повытирала добавила сюда вот эту вот штучку иначе бы все мне не поместилось здесь у меня окрашивание и эпиляция депиляция всякие полоски здесь у меня маски и приспособы которые ждут в общем здесь маски и пилинги и вот все такое здесь тоже там вот плойка моя крема но то что опять же не всегда я пользуюсь сюда положила ну как бы я знаю что где лежит да здесь у меня вот такая вот эпиляция резиночки мои для волос вот эти большие флаконы больше некуда поставить тоже морская соль которая все время пользуюсь но и вот тут немножечко прибрала более-менее но открыла что у меня куча всего еще есть вот здесь корзинки у меня вообще все то что запечатанное и еще такой довольно большой срок годности и вот здесь лежит это маски девочки это тысяча и миллион масок мне вот еще с зубными пастами надо разобраться смотрите сколько у меня зубных паст да вот это все представляете это маски это я брала фаберлик это для вот этой вот электрической маски дальше у меня здесь что-то экспериментировать вот этого скорее пять штук красные там чай улитка мед алоэ такое черная маска что случилось давай все шарики туда сложи потом закрывать давай шарики сложи и пойдем кушать хорошо вот еще корейская упаковка масок это мне с израиля подружка привозила смотрю там большой срок годности еще лежит так это у меня надо выпользовать и тогда я буду вот это стеллари у меня это что у нас крем глубокую ночной крем ночной надо другой выпользовать вот и всякие масло для очищения гель для умывания и вот еще еще маски вот такие разные всякие это только свежачок пришел недавно но потихоньку буду все это делать вот но здесь хорошие хорошие фирмы как бы самый бюджетный фаберлик здесь вот короче она пока стоит ждет своего часа кстати когда-то давно мне дарили на годик одна из моих подписчиц дарила мне вот такую вот красоту она уже знаете и какими-то непонятными пупырышками покрылась но она так невероятно пахнет видите написано дэнни годик и вот кто смотрит если до сих пор то девочка меня смотрит смотри я храню это мы это не пользуем потому что мне жалко но она здесь лежит не просто так невероятный аромат то есть для меня это как арома у меня там лежала на той квартире как арома всегда когда я открывала зеркальную полочку всегда такой аромат шел и сейчас вот наверх решила поставить немножко видите испортилась беленькой стороной и все сразу сразу здесь у меня аромат невероятный так вот это надо убрать это у меня салфетки для очищения места нет все тут такое для волос там всякие лаки и сухие шампуни и все такое вот нашла кстати свою улитку уже тут на дне осталось под глазки и для лица вот короче вот так вот ну хоть немножко прибралась вот это конечно штука большеватая видите она согнулась там в три погибели вот это все не вытаскивается теперь статично там вот здесь у меня что-то очень много полотенец вот это вот у меня два комплекта голубой желтенький чтобы выбирать себе каким я хочу быть выходя из ванны желтеньким или голубым два полотенца дэнкиных это вот это полотенце дэнкина и вот это вот то есть это на тело это на голову одно мамина но мамы сейчас нет можно даже убрать вот это ее а вот это мое да все почти одинаковые оттенки а вот это мое то есть я им вытираюсь а потом что-нибудь себе такое одеваю короче лишнее здесь только одно полотенце мамина потому что ее нет в общем немножко прибралась приятнее теперь мне заходить в ванну вообще я планирую что вот этого ничего девочки вообще не было максимум здесь у меня там умывалочка дэнкин дэнкина мыло и обычное мыло все больше ничего здесь не надо вот здесь тоже на вот этих вот вещах я тоже не хочу чтобы что-то было там вообще у меня то есть это все до спрятать я скорее уже хочу вот эту вот штуку убрать чтобы вы понимали и сделать раздвижную потому что там невероятное количество места для хранения как раз таки вот у меня смотрите уходовых дать для стирки раз и два ну не считая вот этой корзинки вот убираю корзинку да и вот это все уход то есть это гель для стирки у меня еще вот гель для стирки гель для стирки для первого белого белья гель для стирки для черного белья гель для стирки для цветного белья это только а вот еще запасной гель для стирки, для чёрного. Да и нет, это не трогать. А, кстати, вот ещё две маски у меня. Две пачки маски. Тоже не открывала ещё. Далее кондиционеры. Там, раз, кондиционер. Ещё где-то был кондиционер. Здесь всякие разные пятновыводители. Для белого, для цветного белья. Ультра, экстра и так далее. Вот ещё у меня для... Тоже... Он в такой упаковочке заканчивается уже. Тоже для стирки. Вот здесь концентрат белый порошок. Здесь у меня тоже порошок. Тут порошок. Тут порошок другой фирмы. Тут отбеливатель. Ну, короче, очень много всего. И я пользуюсь только вот несколькими сейчас необходимыми. А остальное у меня как бы оно про запас. Ну, то ли мы забыли. Что-то где-то не нашли. Заказали опять. Вот этого всего. Это всё туда. Окрашивание. Сейчас я не занимаюсь окрашиванием, но буду там. Да, у меня здесь для цветных прядей. Ещё что-то в коробочку сложить. Положить туда. Вот, чтобы этого всего у меня не было здесь на виду. Поэтому я хочу обязательно. Здесь раздвижные такие штуки. И туда очень много всего можно будет убрать. Я освобожу. Короче, пока это так будет, дальше видно будет. Хочу, конечно, всё, всё это дело убрать. Ну, а сейчас... А сейчас нам нужно вот это вот всё убрать. Мячик. Мячик, мячик. Давай убирать. Только потом пойдём кушать. И коробку эту сложить и выкинуть. Ненавижу эти коробки. Скорее хочу себе повыкидывать. Привет. Ты моя хорошая. Ты моя красавица. Ты мой лапочка. Тебе удобно там, комфортно в домике? Развалилась. Ой, а я заслужила чашку какао. Вот. Слушайте, девочки, удивительно, как у меня дынь-то лопал. Кто видел, как он у меня лопал пельмени? Вот эти из молодых бычков, со сливками. Даже белорусский он лопал. На удивление. Я думала, ему не понравятся. Они чуть покрупнее. Но вот эти. Он просто берёт одну пельмешку в рот и сразу выплёвывает. Вот эти. Цезарь пельмень себе из свежего мяса. Я не знаю, почему, но он вообще ни одной не может съесть. В прошлый раз я заметила. Думаю, может, у него просто не кайф ему было. Нифига. Сейчас просто берёт. Горебуш пельмени он, да, берёт в рот пельмешку. И сразу. Я говорю, что тебе не нравится? Не знаю. Он вроде нормальный, жирноватый. Может, мне кажется, какое-то есть небольшое отличие от тех пельменей. Но больше их брать не буду. Доброе утро, мои хорошие. Так, уже заканчивается у меня тут. Выключаем. Я сейчас практикую каждое утро. Не знаю, у меня прям позыв какой-то внутренний. Когда ты просыпаешься, включать музыку. Именно под музыку я немножко подвигаюсь. Короче, делаю себе матча или кофе. Делаю себе завтрак. И всё. И когда уже кушать и пить, но мне хочется что-нибудь спокойненько обключить. Сейчас я включу сериал, который я сейчас смотрю. Пока ещё не понимаю, нравится он мне или не нравится. Но вот вторую серию начинаю смотреть. Посмотрим. Вот. Потом буду смотреть сериал Озарк. Озарк. Кстати, я не помню, говорила я или нет. Я посмотрела, почему женщины убивают. Отличный фильм. Отличный сериал в смысле, да. И очень круто снят. Актёр. Я прям с первой серии. Мне понравилось, честно. И прям я очень скучала. Я очень быстро его посмотрела. Я очень скучала за семьями. Я бы смотрела и второй, и третий, и четвёртый, и пятый сезон, если бы были. Сегодня опять, главное, пасмурная погода такая. И прям не хочется выходить. Хотя можно и на почту зайти, мамину посылку забрать. Детки мои. Сидят вместе, да? Посылку забрать. Потом девочка посоветовала один рецепт очень классный. С соусом терияки. Все дела она, короче, там описывала. Вот с этой лапшой в фикс-прайсе, которую я покупала. Прям так захотела сделать, что прям мотивашка для меня была выйти из дома. Но сейчас пока волосы будут сушиться, я уже голодная. Я понимаю, что сейчас это будет нервно. Нервно будет всё собираться, идти. Мне ещё нужно видео снять. Поэтому время полчетвёртого, мне кажется, уже сегодня мы никуда не выйдем. Денис смотрит мультики там, где мороженое едят. И целый день просит у меня мороженое. Я говорю, нет у нас мороженого. Куплю потом. Мусор уже накопился, пора, блин, выбрасывать. Короче, я к чему. Сейчас я хочу сделать овощное рагу. И у меня, я сделала очень большой кусок мяса. Мы делили их в морозилке с мамой, так, чтобы на двоих есть. Я приготовила всё для себя. Съела половину. И как бы, ну, просто так мяса не хочется есть. И решила сделать сейчас овощное рагу. Сейчас картошечку ещё достану. Перчик. Два помидорчика. Вот эти кабачки. Картошку сделаю. Сейчас всё это потушу в мультиварке. И ещё добавлю туда мясо. И всё это, короче, прокипячу. И будет у меня овощное рагу с мясом говядины. Вот, очень хочу. Очень люблю кабачки, вообще картошку. Все мои любимые продукты. Так, смотрю маму сейчас уже следующее видео. От готовки до вопроса-ответы. И я посмотрела, что она недавно приготовила блюдо из кабачков. И я точно самое всё и повторяю за ней. Приготовила кабачки. Сейчас на паузу тебе мамуль поставлю, чтобы потом послушать нормально. Приготовила кабачки. Это то, что мы обжарим, сделаем с чесночком, зеленью, с помидорками. И порезала картошка, кабачки. Да, это у нас что? Это у нас полгарский перчик. Сюда уже я налила масло, включила режим жарки. Лук и морковка. Сейчас обжарим 10 минут. Потом картошку закидаю с кабачками и с вот этим всем. Потом зелень ещё сделаю. Вот, и всё. И режим тушения поставлю. А где-то в конце, за 10 минут я высыплю мясо, которое у меня есть. Мама готовила чуть-чуть по-другому, потому что у неё мясо было сырое. Я оставлю ссылку на её канал. Вот она у меня тут вещает. И она там готовит это, да? А потом мы с вами обжарим. Ну, когда я всё поставлю здесь, уже она будет сама жариться. И начнём с вами жарить. Холодная закуска это будет. Я обожаю на самом деле бутербродики. Вот так вот на ночь. Вот эти прям бутербродики с кабачком, помидорчиком, зеленью, чесночком. Кайф. Короче, я здесь не буду весь рецепт рассказывать в общих чертах. Но кому интересно, по ссылке проходите к маме на канал. Она там много готовит. И, кстати, вот клёво. Прям раз посмотрела, решила приготовить. И не надо заморачиваться. И холодная закуска, и горячее блюдо. Спасибо, мама. Так, закипает водичка у меня. Здесь уже одна минута осталась до жарки. И сейчас я вот это вот всё сюда. Короче, картошку и кабачки. Так, посолила вот этой солью. Вкусная соль. Мама мне тоже её советовала. Ещё болгарский перчик сюда добавила. Так, сейчас всё помешаю. Так, и вода уже закипает. Красота. Я надеюсь, Деньке понравится. Вообще, бабушка готовила, когда вроде он ел, насколько я помню. Так, вода закипела. Заливаем водички. Я тоже люблю густой, как и мама. Поэтому вот вода приведнилась, и хватит. Замешали. Так, зелень в конце. И лавровый листик в конце будет. Закрываем. 40 минут поставила. Уже минута прошла. Так, решила ещё малую макарошки сварить. И вот как мама советовала, поставила на тушение, чтобы ещё и помидорчики стали более мягкими. Вот так. Уже всё и чесночок добавила, и зеленушечку. Мне кажется, будет обалдеть, как вкусно. Потом в холодильнике, и с холодильника вечерком достану и поем. Так, и что у меня здесь осталось? Мне осталось закинуть сюда зелень. И зелень лавровый лист. Чё, милочка? Чё моя девочка? Чё моя чечка моя? У мамы чесноком. Иди, зайка, пизи. Чесночком пахнут ручки, да? Тебе нравится, что ли? Чё моя девочка? Ты такая лапка. Ай, чё моя вкусненько. Так, ну что, всё, соус готов. Соус, рагу, я так называю, рагу, готово. Всё прекрасно остывает, перелью. Вот эти вот холодную закуску, всё, я её переложила сюда. Сейчас чуть-чуть подостынет, положу в холодильник, потому что хочу есть прям холодненьким, как мама в видео. Так что, мам, спасибо тебе за идею, вообще кайф. Сегодня я уже встала, поменяла, покрывала на диване. Посмотрела целых три видео маминых, не знаю, полтора часа, наверное, всё вместе смотрела. Уже приготовила, всё, клёво, время пролетело. Как будто мама в гостях побывала. Всё, приготовила, сейчас буду пробовать. Пробовать, пробовать, у меня даже голова ещё не высохла. Я надеюсь, соли нормально, мне кажется, я мало сделала соли. Пахнет, как я люблю, особенно аромат даёт реально болгарский перец. Мама моя так и говорит, я очень люблю болгарский перец добавлять везде. Борщи, ну, в суп нет, наверное, но вот боч, рагу, икра, обожаю прям. Вот, и зелень, я очень-очень люблю зелень. 30 минут, кстати, я ставила, и у меня всё приготовилось. Ну, потому что мясо у меня готовое было. Ну, соли можно добавить. Кстати-ка. И можно было бы поставить на поменьше, потому что картошка прям, ну, хорошо сварилась. Она прям мега мягкая. Можно, чтобы она была чуть и потвердее. Но в целом всё вкусно, я готова. А вот как пахнут вот эти вот кабачки обжаренные с чесночком, вообще просто невероятный аромат. Я хочу скорее вечером, когда Денька уснёт, я уже водички налью. Кстати, чай на ночь не пью, я пью просто горячую воду. Могу добавить немножко лимонного сока, но в основном просто горячую воду, ничего не добавляю, пью. Типа чай. Аборт. Давай, маме. Спасибо. Давай. А я-то чё, я-то чё, настала ночь. Наступит ночь. Без пяти двенадцать. И я залезу в холодильник. Вот то, что сегодня готовила. Будем есть бутербродики. И хлеб, конечно же, тоже хлеба. Так, а где мой хлеб? Ещё сегодня я вообще такой герой молодец. Я наконец-таки досняла последние ролики для своей школы. Осталось их теперь смонтировать. Я надеюсь, завтра мне удастся это сделать. Вот. И всё. И тогда я начну уже оформление, оформление самой школы, в каком виде она будет к вам идти. Как только всё это я дело оформлю, я сразу же сделаю анонс. И вы сможете приобрести курс. У-ху-ху-ху, господи, это висит надо мной. Невозможно. Как только я это закончу, я сразу уже начну заниматься своим третьим каналом. Всем доброе утро. Проснулись сегодня в девять утра. Всё прекрасно, хорошо. Вчера поздно не ложилась. Сейчас сяду на свой рабочий стол, чтобы спокойно вам всё повещать. Итак, первое, с чего я хочу начать, это я сегодня решила сделать кофе. Причём кофе решила сделать с кофеином. Объясню, почему. Во-первых, мне надоедает пить одно и то же каждый день. Вот одно и то же. У меня вот прям хочется чуть-чуть разнообразия. Может быть, оттенки вкусов какие-то другие. Но думаю, что с мальчиком... Да, она хочет к маме. Скажи, мам, ты в тренде. Опять у тебя в нос в чём-то. Что ты носом своим вечно... Вечно нос мама чистит. Даже чай мачо, который мне очень реально нравится. И вот сейчас я, по-моему, пью. Вот я сейчас глотка ещё нормального не сделала. Сейчас выпью. Ну просто уже небо и земля, девочки. Кофе, он такой, знаете, терпкий, горьковатый. Вот по сравнению с мачо-мачо такой нежный, классный. И при этом тонизирует. Но просто мне нужно уже придумать. Будет как бы мачо тоже разбавлять, чтобы каждый день... Вот что значит непостоянство внутри. Не могу я каждый день одно и то же. Кстати, вчера люблю вот эти утренние и вечерние разговоры. Столько накопилось, всё. Не всегда получается брать камеру и прям всё сразу снимать. Вчера почитала комментарии некоторые, но я с другого аккаунта заходила и не стала ничего отвечать и лайкать, потому что там с другого аккаунта заходила, со второго канала своего. Думаю, потом зайду, прочитаю. Но я успела краем глаза захватить там один коммент, где девушка говорит, типа, а чего я ожидала, что будет гадить, где попало котёнок, да, и что будет драть всё, что попало, и типа, стоило оно того, заводить котёнка этого. И я думаю, боже мой, ну, конечно же, стоило, но это такие мелочи. То, что я рассказываю в своём видео, что там сходила в туалет. Во-первых, она один раз сходила. Да, это я вам рассказывала. Она один раз сходила на одеяло. Это было в самом начале. Я даю огромную скидку котёнку, который пришёл в чужой дом, который привык там к своей маме, да, там привык к своим братьям и сёстрам, обстановке определённой. А тут у него первые два дня, это вообще понятно, первые два дня. Я даже больше давала времени ей освоиться на неделю. Но она уже там на второй день она уже начала вылазить, как бы, да, из панциря своего. На третий день она уже всё тут гасала. Теперь она всё уже наше. Она понимает, кто, как они с Дэнькой играют здесь. Прекрасно ходит самостоятельно в туалет. Уже меня не зовёт. Уже не так часто она мяукает и всё комментирует. То есть, ну, общий язык мы абсолютно находим. И она меня абсолютно никак не напрягает. Даже если бы напрягала, это член семьи. И тут уже, ну, ничего не попишешь. У меня нет такого. Стоило бы заводить. Если я завела, то я буду искать во всём этом только плюсы. Я не буду заморачиваться, заострять внимание. Ну, да, не стоило заводить. Да, конечно, стоило. Я знала, для чего я завожу. И Дэнька прекрасно с ней лазит. Самое интересное, что произошло, это то, что я её как бы брала Дэньке. На самом деле она моя. Она полностью моя. Я и думаю, блин, вот что это я и решила Дэньке. Дэньке ещё пока, они просто играются, да. А вот уход, ответственность. Прям моя кошечка. Моя, моя, моя. Меня целует. Меня ждёт. Она мне сидит. Видите? Она вообще моя полностью. Она сидит здесь на кресле, ждёт, пока я его уложу. Я прихожу, она прям вся такая подтягивается. Неужели наше время? Вечер – это наше время. Мы целуемся, обнимаемся. Кушаем вместе, монтируем вместе. Смотрим сериал вместе. В туалет за мной ходит. Ванна за мной ходит. Всё со мной. Так что, конечно, стоило. То, что ребёнок, может быть, где-то нагадит маленький. Тем более, она уже была приучена к лотку. Она уже ходила сразу к лотку. Просто вот один раз был такой, что она сделала это на постели. Я не знаю, в чём причина. Может быть, я что-то сделала не так. Или дверь закрыла, или, может, ещё что-то. Или испугалась она. Да всё бывает. И это такая мелочь. Чтобы из-за этого мне сказать, что стоило бы заводить. Ну, это, конечно, стоило. Стоило. Я вообще ни капли не жалею. Ни граммочки не пожалела. Если я на что-то иду, то я готова отдаваться полностью. Не будет такого, чтобы я котёнка кому-то отдала. Там, знаете, всё. Типа, ну как я могу отдать своего ребёнка? Ну, я так к этому отношусь. У меня такие чувства внутри, как член семьи, как моя кровинушка. Это же не просто там мне подарили. Я выбирала, я выбирала душой, своей интуицией. Я же вам рассказывала этот момент, когда ты во фрустрации, во фрустрации такая находишься, что-то там не понимаешь. А потом ты видишь эти глаза, которые на тебя смотрят и говорят, я твоя, а ты моя. Понимаете? Это же, это же, это что-то, это всё. Возможно, она была моей кошечкой из прошлой жизни или наоборот. Или, может, она была моей мамой или ребёночком моим была в прошлой жизни. Всё может быть. Поэтому эту связь я с ней почувствовала, и её уже никуда не деть. Всё, я теперь, сколько суждено нам быть вместе, сколько испытаний нам нужно будет пройти, мы всё пройдём вместе, всё будет хорошо. Так что не волнуйтесь. И по здоровью, да, когда мне рассказывают какие-то вещи, надеюсь, вы не будете выдирать когти своему котёнку, да, там. Или вот там стерилизация, тоже очень много страшных вещей рассказывают. Или ещё какие-то такие девочки. Да, я заинтересована в том, что мой ребёнок, мой котёнок, да, был полностью здоров. Я найду лучшую клинику, я найду лучших мастеров. Да, я уже просто смотрю некоторые видео, у меня сердце кровью обливается, что придётся такое сделать. Я не хочу вообще её стерилизовать, правда. Но будет зависеть от того, как она себя будет вести. Во-первых, это ещё и профилактика каких-то заболеваний у кошек. То есть, если они не получают кота, если, ну вот, много каких-то есть моментов, да, где лучше сделать стерилизацию. Я всё это начинаю узнавать. Но вообще я думаю, что, наверное, надо прежде, чем делать такие вот вещи, да, которые прям действительно стоит, наверное, посмотреть всё-таки, как она будет себя вести. Все кошечки ведут себя по-разному. Возможно, у нас будет всё как-то, может, по-другому, да. У нас, может быть, будет так, что и не стоит будет делать стерилизацию. Пока у меня нет внутри чёткого понимания, что я должна лучше делать для своей кошечки, пока у меня нет такого профессионала, которому я доверила бы и сказала, вот он дело, говорит, я доверяю, моё сердце говорит, да, следую этому. Пока этого нет, я ничего не буду делать. Ногти, конечно же, я не буду ей выдирать. Я делаю ей маникюрчик, обрезаю всё, не напрягает. Я буду её воспитывать, чтобы она не царапалась там сильно, и когтеточка у неё есть. То что хватит? Расговаривать? Я очень-очень сильно переживаю. Я даже смотрела ролики по стерилизации. Я думала, всё намного проще. Я думала, уколчик или ещё что-то. Когда я увидела, что делают, боже мой, я расплакалась. Я вам серьёзно говорю, это будет ужасный стресс для меня. Поэтому я бы не хотела ничего такого делать. Правда, это, ну, как себе, понимаете. Я сама, вот, общий наркоз, это даже общий наркоз просто страшно, да. По-разному он же может повлиять. И у меня вот эти вот страхи все прям сразу. Поэтому я буду очень это досконально изучать. Сейчас у нас прививка впереди. И я начну заниматься. Вот уже несколько дней осталось. Нам нужно найти хорошую клинику. Мне одну клинику посоветовали, вот. И, возможно, ну, прививочку можно поехать и посмотреть. Потому что прививка, в принципе, не самая страшная, да, что может столкнуться. Поэтому можно пойти проверить эту клинику на прививке. Выдрала бы вот это окно вообще. И вот это вот пробила бы окно. Вот это бы всё убрала. Но, к сожалению, из-за котла его мало того, что нельзя переносить. Там целая система, чтобы перенести его на 10 сантиметров вправо или влево. Поэтому я решила его оставить здесь и просто закрыть белым шкафом, да. Вот. Ну, и, соответственно, стену эту нельзя трогать. Ну, вот это можно было бы убрать. Но мама говорит, лучше балкон оставить отдельным, чтобы он открывался и закрывался. Вот. Ну, я надеюсь, что когда здесь всё будет белым-бело, здесь появится больше света, больше отражения. Вот. Пока что здесь так серо, прям просто ужасно. По сравнению со спайлей. Всё, приготовила. Вот такой вот завтрак. Кстати, а что у меня здесь? Рыбка красная, перепелины. Фух. Мои хорошие, я считаю, что просто попылесосить и помыть полы, не считая вытирания пыли в моей квартире, это уже героизм на сегодня. Фух, я устала, у меня спина отваливается просто. И я сразу у меня в голове, пока я всё это делаю, думаю, блин, как же облегчить себе задание. Ну, понятно, работу. Задание. Ну, да, задание. Это понятно, что хорошо можно пригласить человека, который всё это поделает, да, на самом деле это, да, надо. Я вот хочу так обустроить свою квартиру, чтобы я спокойно могла пригласить человека, который всё это сделает. И всё, чтобы меньше было моментов, ну, этого хлама, короче, чтобы было меньше, да, чтобы было проще убирать. И я понимала, куда, допустим, я говорю, здесь можно убирать, здесь можно лазить, а здесь нельзя убирать, нельзя лазить, да. Какие-то сокровенные места. Моя девочка, моя девочка, я пылесосила, она убегала, да, сказать, мам, ну ты чё, без предупреждухи пылесосила. Вот, Денька со мной в перекрёст пылесосил, как вы помните, веником. То есть я пылесосил обычным пылесосом, а он параллельно мне рядышком пылесосит веником. Вот, так что у нас перекрёстный пылесос был сегодня. Всё сделала, короче, в комнате немножко ещё прибралась, кстати, лайфхаки, сейчас покажу вам. Я же должна освободить, вот, зал, извините, зал вот этот я должна буду освободить, да. Денечка, аккуратно! Милочка, аккуратно тоже, то Деня прибьёт. И вот эту комнату должна освободить. Вот, видите, я ещё чуть-чуть поубиралась, здесь ещё больше места освободила, хотя вам, наверное, незаметно, но мне очень даже заметно. И сейчас я вам покажу, куда я это всё убрала. Фух! Да, конечно, незаметно. Ну, короче, я здесь помыла полы, здесь, вы не представляете, что было, блин, надо было вам снять. Здесь просто вот так всё валялось. Денька сюда с Милой любит бегать, здесь бумажки, всё везде подоставали, ну, просто трэш я сейчас убирала. Вот, спальня, вот одна у меня радует, нетронутое место, где вообще всегда чисто. Сейчас это я для съёмки приготовила, это я из-под кровати вытащила мыло-полы. Лайфхак, смотрите, да? Ничего не изменилось, ничего не изменилось. Там-там-там, там-там-тарам. Опа! Здесь у меня с магазина кое-какие вещи, платье, там все дела положила. И вот домик наш. И как-то оно здесь вот так хорошо встало и даже не видно. А я вот эту часть, вот эту часть вообще не трогаю. У нас ещё даже здесь место есть до батареи, ещё что-то можно положить. Отлично вообще, просто отлично. Ну, на время пока распределю. И ещё, посмотрите, па-бам! Просто пять коробок поместилось туда. Но, опять же, это всё временно, это будет не постоянно. Там просто потихоньку освобождаю пол. Я взяла вот эти белые коробочки. То, что мне сейчас вообще не нужно, какие-то коробки там, все дела, это я убрала туда наверх. Ну, как бы оно мне сейчас не мешает особо туда, по-моему, видео. Вот я снимаю вот так. Да? Видно, не видно? Ну, может быть, видно. Короче, у меня сейчас это не парит, это я потом всё приберу. Конечно, я не хочу, чтобы там вот это было всё видно, да? Или какие-то классные, красивые коробки, которые будут прям сливаться с этим шкафом. Может быть, туда можно положить что-то, да? Но вот так это временно. Чуть-чуть я прибралась. И что у меня с планами сейчас? Так, с планами сейчас... Открыла везде окна, и всё равно жарко. С планами сейчас снять видео. Сейчас я накрашусь, сниму видео, вот, положила. Это с Джум обувь там. Одна из них просто мега... Мега трипер-пипер обувь, которую я вам всем рекомендую просто пойти и купить. Она классная и недорога. Не знаю сейчас, сколько стоит, потому что, когда я брала, какие-то цены ниже, какие-то выше. В связи вот с всем этим делом цены растут, поэтому надо сразу брать. С каждым днём прям какие-то цены растут. Вот. Хочу снять видео и пойти в магазин. Время полпятого. Да хрена там. Я сейчас сниму видео, просто так устану. А я хотела мусор выбросить. Мусор выбросить и мороженое, да и не взять. Потому что он просит, у меня его два дня уже. Мы, наверное, сегодня никуда не пойдём всё-таки. Да. Потому что если я сейчас сниму видео, я уже... Пока я сниму видео, будет потом уже полшестого или шесть. И уже через час ему купаться. Хотя можно будет выйти на вечерочек. Можно будет выйти. Короче, сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим, и я вам скажу. Ещё, кстати, мамка, смотрите, покупала в Васильке вот такую вот, как её, худи, да, можно сказать. Худи удлинённая. И она говорит, вот, не знаю, она мне мала впритык, как бы, но ей очень нравится. Цвет хороший, классный. Вещь такая, трендовая, 52 размер. Я говорю, мам, ну мне вот на зелёном, у меня такая есть зелёная, лёгкая, здесь это с начёсом идёт, да. Я говорю, вот на зелёной оно нормально смотрится, эти блестяшки, говорю. А вот на розовую не хочу, я ей не заказала её, поэтому. Она говорит, их, по-моему, можно отпороть. Принесла мне, я помирила. Реально офигенная вещь, только надо отпороть вот эти золотяшки. И будет всё зашибись. Ну, конечно, сейчас уже всё равно жарко в ней ходить. Я попробую на кончике отпороть, посмотреть, остаются там следы или нет, покажу вам потом. Вот. Ну и, в принципе, на следующий год она мне отличная. 52-й у меня вообще идеально. Можно было бы даже 54-й и 56-й себе взять. Так что она здесь у меня лежит, буду отпарывать. Я сняла видео, время, Каю, время полшестого. Моя мормушулечка спит. Да, нет, скажи, я не сплю, я не сплю, я тебя жду, да. Крошки мои, мы вышли на улицу, я одела курточку, которую я уже давно не одевала, джинсовую. Точнее, я не знаю, её, наверное, ещё ни разу даже не одевала. Ну что, Зая, ну подожди, давай расстегнем. Мороженое. Мороженое, да, сейчас пойдём купить. Ты уже два дня грезишь этим мороженым, я тебе куплю. Только сначала мы пойдём на почту, а потом в магазин. Давай, ручку. Покажи. Давай, выпрыгивай. Опа. Крошки мои, представляете, а я эту кепочку вспоминала, как-то её подарила маме. А потом, это тоже подарок мне был когда-то давно, а потом я эту кепку говорю, мам, она слишком, говорю, для тебя это, крутая. Она такая молодёжная, она стилит, а мама у меня за этим делом не следит. Я говорю, я тебе какую-нибудь куплю светленькую кепочку другую, а эту верни мне обратно. Вот так вот я иногда забираю свои подарки. Короче, и она говорит, я тебе вроде её отдала, я уже её прошу, говорю, верни, верни. Я тебе, говорит, вроде отдала, а вот сейчас она выходит. И я такая иду и думаю, блин, а где же эта кепка может быть, если она мне её принесла? Я уже всё пересмотрела. И тут она выходит, говорит, вот она кепка нашла, я, говорит, я её тебе собралась отдавать, и она вот это лежала всё это время. Теперь я буду модно-модно-модная. Вот она бабуля. Привет всем, привет. С это, как у тебя дела, всё нормуль? Нормуль. Ссылочка на канал под видео. Да, ссылочка на канал под видео. После того, как я оставила ссылочку в прошлый раз, приходили к тебе зрители? Ну так немножко, да. Да, ещё приходите, ещё приходите. Мама старается для вас? Приходите, я стараюсь, стараюсь. Старается? Ну посылочку, Ма, забирай. Давай. Вот твоя огромная посылочка, Василёчек. Скоро будет обзорчик, да, она грязненькая аккуратная. Будет обзорчик, да. Много образов разных там. Хорошо. Мама в тренде. Но кепку я отжала. Ну, на свет кепку не ношу. А, она вообще кепку не носит, представляете? Вот это я страдала. Вот это я носила, когда мы куда-то там ехали загорать. Как тебе мой лук, кстати? Как я выгляжу? Прикольненько. Ну, покажи мне. Кстати, кепочка, это очень сюда подходит. По цвету вообще, по стилю. Это чуть-чуть понише сделала. Это эксперимент, немножко вот так смотри. Вот так. Ага. Вот это немного эксперимент, как я сейчас выгляжу. Первый раз надела вот эту вот джинсовочку. Обычная кофточка. Кюлоты эти тоже, они такие прикольные, как раз по погоде. Стиляшка ты у меня. На стиле, Селена, на стиле. Как там эта, подожди, как это вам эта песня? Мама, я на стиле. А я не помню. Я не помню. А мне сегодня позвонили с садика, кстати-ка, и сказали, что они со следующей недели начинают работать. И что, типа, это, я им сказала уже, что я Деньку водить в садик не буду, посчитайте мне, пересчитайте, что там нужно, и я отвожу его там несколько, ну, может, неделька, может быть, 10 дней где-то осталось у нас, не знаю, сколько, пересчет сделают. Вот, и я говорю, похожу, мы что-то по ремонту сделаем, и все, потом я его заберу. Губернатор разрешил. Губернатор разрешил, непродовольственные магазины открыли. А зашли в магазинчик, говорю, смотри, какие Хьюго Босс классные. Давай померим. Ты у меня как Гарри Поттер будешь. Покажи. Гарри Поттер. 230 рублей всего Хьюго Босс стоит. А на меня они маленькие, блин, я бы себе их взяла, чисто видосы. Пришли домой, Денька купается, Милка напала на мамку, да? Напала на мамку, и давай шелкнемать. Мама пошла купаться, Деньку купать, а Мила тут мяукает. Такая, что такое? Вас так долго не было, пожалуйста. Поиграй со мной, повнимай меня. Возмущается, да? Возмущуха моя маленькая. Возмущалочка моя девочка. Да? Возмущаешься? Хе-хе-хе. Это камера, зайка. Моя, моя, моя принцесса. Моя кошечка. Я скучала тоже, между прочим. Ты думаешь, я не скучала? Я тоже скучала, да? Я тоже скучала, я думаю, как там моя кошечка? Как там моя кошечка без меня? Скучает, наверное. Сейчас мы Денью скупаем с тобой. Потом мы его накормим. Потом мы его уложим. И будем принадлежать друг другу. Будешь за мной хвостиком всю ночь ходить. Сериал со мной смотреть. Монтировать со мной будешь. Кушать со мной будешь, да? Моя кошечка. Моя тигрица моя. Хищница моя. Девочка моя. Дикарка моя. Хе-хе-хе. Хе-хе-хе. Все. Скромности ноль. Жучка. Вот такая. Вот такая. Купила Деньке очки, кстати. И себе купила очки такие, ну недорогие, типа там как с Алика магазин такой есть. Нашла ему детский, там только красные были. Ну пусть погоняет в них пока. И в Фикс Прайсе купила, кстати, прикольные очечечки. Покажу вам потом в обновочках. Мне кажется, они такие вообще по ним не видно. И они очень интересно смотрятся, чем-то похожие на мои Майкл Корс. Вот. Ну, чем-то похожи, но они даже лучше, мне кажется. Потому что Майкл Корс тяжеловатый, такие, а эти легенькие. И цвет такой. Ну, короче, я вам покажу в Фикс Прайсе. Прям офигенные очки. Я их прям взяла. И даже думаю, Деньке не буду отдавать. Сама нет-нет буду носить. Потому что бывает, что вот прям по кайфу такое что-то. Жопка. Держись, 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 держись. Лапки, лапки. Быстро покажу вам, что я купила. Венские булочки люблю с маслицем. Вот поесть парочку взяла. Потом, смотрите, вот какой десерт я вам, наверное, показывала. Мне очень понравился в пятерочке. Вот с малиной начинкой я два взяла. Но больше всего классный с вот этой начинкой. Со сгущенкой. Шикарно. Бегу, День, бегу! Так, вот такой вот десерт какой-то новый. Но это типа Наполеона, наверное. А меня прикалывает Наполеон, когда вот в таком вот виде. Надо будет попробовать. Короче, новый какой-то десерт там. Взяла вот такие вот, люблю я вот, колбасу такую. Ну, она мне на, знаете, на сколько она идет. Они отдельно открываются, вот эти штуки. Одна на два раза, ну, как бы на два вечера. И вторая на два вечера. Вечером люблю колбасу съесть. Вот. Взяла виноград. Это Денька любит. И взяла мексиканскую смесь. Это вот, кстати, с фикс-прайса лапша, которая девочка мне там посоветовала. Один рецептик. Потом покажу вам. И мороженое купила тоже я в магните. Вот большой папа. Ну, было, которое в контейнере. Потому что я думаю, блин, чтобы не растаяло. И вот это вот не полилось там. Везде взяла в контейнере таком. Ну, и яйца. Яйца должны быть всегда. Поэтому взяла 20 штук сразу. Доброе утро, мои хорошие. Вот как я помятая. Вот пока с утра я только прям вот открыла глаза, заправила кровать, оделась. И сразу включила камеру. Еще даже не пила ничего. Мелька там все радуется, что проснулись. Она сегодня спала без нас. Потому что она заигралась прям. Это вода закончилась, Кися. Надо водичку налить вот здесь вот. Выключай. Выключай, выключай. Вот. Смотри, водичка закончилась. Нам надо просто ее... Коечки. Да. Вот. Короче, что я сейчас хочу. Через полчаса придет мама к 10 часам. Мы с ней часик поболтаем там. Попьем вместе кофе, чай. А потом я поеду на окрашивание волос. Да. И в следующем видео уже, я думаю, будет окрашивание моих волос. Кто захочет увидеть раньше или нет? Нет. Да. В следующем видео будет уже окрашивание волос. Там вы увидите, что будет у меня за мастер. Мастер-мужчина. И непростой. Непростой. Он чемпион. Вот. И что за окрашивание мы будем делать? Такое окрашивание я еще не делала. Естественно, я останусь в своих цветах. Но у меня будет какое-то необычное окрашивание. Вот. А сейчас я сделаю матча. И мы закончим этот влог тем, что я хочу зайти под видео. Влог последний. И прочитать ваши комментарии. Вот. Потому что прочитать ваши комментарии некоторые, да. И на некоторые ответить, чтобы была обратная связь. Мне кажется, это очень важно. А вот и наша бабуля пришла. Смотрите. И Милка к ней пришла. Ластится. Мама такая говорит. Ой, смотри. Признала родню. Пришла ко мне. Признала родню, да. Ой, она тяготеет ко всему. Вот золото, бриллианты. Настоящая девочка. Она мой кулон. Постоянно с ним играет. Кольца постоянно грызет. Видишь, на мамин браслетик на пол. Мама, кусаешь? Давай покачи мячик. Давай поиграть мячик. Скажи, что вы все к мелке пристали. А я? А я? Я лучше к кошке, да? Как там в этом Карлсоне. Говори. Мама. Лови, лови. Гороче, мама пришла. У нас осталось немножко. Сейчас немножко еще поотвечаю на ваши комментарии. И все, поболтаю с мамой. Ладно, ладно, покачи. Ты кофе будешь делать, кстати? Да, буду кофе. Поболтаю с мамой. А что ты не с новой сумкой? А я сейчас, эта белая сумка, вот то, что я ношу, она белая не подходит. Она будет у меня к летней одежде, бриджи, босоножки белые у меня, светлые одежды я ношу летом. А сейчас у меня серая кофта, джинсы. Ну, она белая, как бы, еще не смотрит. Хорошо. Ладно, делай кофеек пока, я сейчас это... Лаи. Да, отвечаю и горднусь. Так, еще по поводу Милы говорят, да, когда говорят, что это не обычные кошки, они очень разговорчивые, это нормально, что они там разговаривают, надо привыкать. Как бы, у меня проблем с этим нету, и это для меня не новость. Я, прежде чем брать ориентального котенка, я все узнала об этой пародии. Я знаю, что они очень привязываются к хозяевам, они очень разговорчивые, что они... Что они, что они, что они, что они, что они... Что они везде за хозяевом идут, везде. Туалет, ванная, где бы ты ни был. Вот, поэтому ко всем этим вещам я готова. И даже больше, если будут какие-то сюрпризы, я к ним готова уже, тут как бы без вариантов, вы уже, наверное, поняли, да. И, в принципе, она не мяукает всю ночь подряд, то есть она повозмущается-повозмущается, причем не громко, не гито как-то, а вот именно прям как-то разговаривая, да, ребенка не будет абсолютно, и она успокаивается буквально через, там, не знаю, ну, 30 секунд она поговорила, значит, там, возмущнулась, если ей что-то не нравится, да, и все, и успокоилась заниматься своими делами. Как бы, у нас проблем никаких с этим нет. Вот еще один интересный комментарий по поводу буковки М, кто-то пишет, что это, ай, фигня, у нас тут буква М, кошка не лечит, да вы не верите в свою кошку просто, кошки просто сами по себе лечат, и без буковки М. А вот девушка, мне понравился комментарий, а я люблю верить в это, что-то такое интересно, особенно, что касается питомца. Ну, как бы, если выбирать, как бы, простая у тебя кошка или особенная, я всегда выберу, что у меня особенная, у меня все в жизни особенное, и люди особенные. Ирина пишет, здравствуйте, буква М считается святой кошечкой или котом, почитайте в инете про египетского Мау, так что почитайте, я почитаю. По поводу микроволновки моей спрашиваю, девочки, моей микроволновке 300 тысяч лет, короче, она работает, и я не знаю, сколько, когда она уже сломается, потому что я хочу себе в новую кухню, наверное, ну, какую-то новую микроволновку поинтереснее, вот. Так что, кто спрашивал про мою микроволновку, она очень давно у меня работает, прекрасно, как бы, я не знаю, уже, она уже столько квартир поменяла. Я ее еще покупала на той квартире, своей старой, которая моя, потом мы там прожили сколько, три года или два года, потом мы переехали, год прожили в съемной квартире, здесь уже вот сколько мы, не знаю, она какая-то вечная. По поводу укуса, да, тут многие начали писать, что там клопы, не клопы, а девочки, мы выходили в этот день на улицу, его укусили комары, и у него сейчас ничего нет на этих местах, можете посмотреть. У него вот здесь прошел комариный укусик, и вот здесь рука, все прекрасно, ничего нет, так что нет у нас никаких клопов и блох, я за этим слежу. Самые интересные комментарии, которые мне хотелось сказать, да, я сказала, как бы, все, по поводу укусов, по поводу моей девочки, все. Мама пришла, мы пьем кофе-чай, и я уже собираюсь через полчаса выходить, вот, а этот влог, наверное, заканчиваю, не знаю, что-нибудь сниму еще здесь или не сниму, посмотрим. По поводу яиц, вот сейчас еще с мамой разговариваю, слушайте, да, я не изучала этот момент, на самом деле, сколько яиц можно, я просто, знаете, отталкивалась от чего, что вот тренер моя, да, там, или взрослые, кто занимается, кто занимается, следят за питанием, они каждый день едят яйца, причем очень много яиц, поэтому я подумала, что яйца, в принципе, полезные, хороши каждый день, да, вот, поэтому дала, ну, маленькие перепелиные, думаю, что там, как бы, ну, полезно, белок там, все дела. Как там даже некоторые тренера говорят, яйца наши все, вот, и каждый день, как бы, едят, и, типа, яиц много не бывает, вот такие вот еще есть поговорки, да. Ну, на самом деле, я не изучала этот момент, и вот мы сейчас с мамой говорим, да, я думаю, что каждый день, может быть, да, и не надо, но я узнаю, в общем, этот момент, изучу, сколько лучше яиц давать, и, ну, если я прям перегнула палку, то я разберусь с этим. Слушай, ну, каждый день надо, но количество надо уточнить. Вообще, каждый день, там очень много микроэлементов, очень много полезного нужно, но для ребенка нужно количество уточнить. Ну, или не пять штук, может, больше, ну, просто, получается, что мне сказали, что, ну, как бы, я думала, что два яичка в день, нет, смотри, два яичка в день, это нормально, два яйца, не яичка, а два яйца. Яички это маленькие, я перепелиные яички называю, а яйца большие, это яйца, да, то есть два, как бы, я думала, нормально, и для взрослого, ну, и для ребенка, как бы, взрослому даже больше, это я два ем, потому что маленькая, маленькая девочка. вот мне даже два много а мне сказали что в перепели на это типа два яичка маленьких равняться одному яйцу вот я ему делаю как вокруг ряда 5 типа два с половиной яйца ну типа по микроэлементами имею ввиду а так то они еще меньше большое яйцо то больше круче разбираемся и и и и и и